Всем привет! В этом мастер-классе я покажу, как можно сделать рождественский венок. Желаю вам приятного просмотра! Для рождественского венка нам нужна сама основа и чем эту основу украсить. Конечно, еловые или сосновые ветки делать очень-очень долго, поэтому можно сделать обычные листики. И этими листиками скрыть всю основу под собой. В качестве основы я взяла такую основу для венков из пенопласта, белого цвета она была. Я покрасила ее акриловыми красками, зелеными, какими-то салатовыми, два раза. Получилась такая основа зеленая, и теперь можно ее скрывать листиками. Листья я делаю самые обычные, и сейчас покажу, как их сделать. Всего у меня 4 сорта листьев, но делаются они все одинаково. Я набираю зеленый бисер на зеленую проволоку, проволока 0,37. Отмеряю 1,5 см бисера. И отрезаю основу. К основе я прикручиваю проволоку, которая не отрезана от катушки, и на которую набрано несколько метров бисера. Связываю я проволочки примерно на середине короткой проволоки, посередине основы. Сверху остается еще около 4-5 см проволоки. Дальше я делаю лист во французском плетении. Снизу у меня должны быть круглые ряды, сверху острые. Поэтому я выравниваю обе проволоки. Смотрю, чтобы бисер начинался примерно на одном уровне. И делаю острый ряд. Вытягиваю бисерную проволоку. Делаю один оборот. Затем опускаюсь вниз. Этот оборот я делаю, как обычно, 20-35 градусов. Но оборот внизу листа должен быть под углом 90 градусов. Обернула. Это у меня один полный ряд. Теперь я делаю еще 4 полных ряда. Снова вверху максимально остренькие ряды. Внизу круглые. Проволоку я завожу всегда сверху вниз для оборотов. Сейчас я делаю последний пятый ряд. И проволоку я уже завожу не сверху вниз, как я делала это до сих пор, а снизу вверх, для того, чтобы попасть в те же самые витки и укрепить лист. Теперь верхнюю часть я загибаю наизнанку. Изнанка очень хорошо видна. Теперь с изнанки видны все проволочки. С лицевой стороны ничего не видно. В общем, обычный листик во французском плетении. Получается вот такой вот лист. Все проволоки снизу я всегда прокручиваю еще при помощи плоскогубцев. Во-первых, я стараюсь таким образом спрятать проволочки, чтобы не поранить пальцы. А во-вторых, это еще дополнительная стабильность листу. Теперь этому листу надо придать форму. И я придаю ему такую форму. Сначала немножко прижимаю обе стороны друг к дружке. Ну, совсем немного. А затем вот так вот верхнюю часть еще загибаю как бы вовнутрь. В общем, изгибаю лист так, чтобы казалось, как будто бы вот он такой вот немножко скукоженный. И вот таким вот образом скибаю все-все листочки, которые у меня есть. И вот такие вот листочки у меня образуются. Этот лист полтора сантиметра на основе 5 рядов. Этот лист точно такой же. Полтора сантиметра на основе, но уже 6 рядов. Немножко он шире. Дальше 2 сантиметра на основе, 6 рядов. И 2,5 сантиметра на основе, также 6 рядов. Вот такие вот листья я делаю для того, чтобы покрыть весь этот веночек. Дальше возникает вопрос, как именно покрывать вот основу. Казалось бы, все легко и просто. В общем, я соединяю крупные листья с листами помельче. И скручиваю их просто вот так вот по два. По два вместе. Конечно же, прикладываю и смотрю, чтобы листья приходились к месту. Чтобы они перекрывали основу. Но чтобы они не слишком густо лежали. И в то же самое время не слишком редко. То есть, у меня самое главное, это листы должны вот эту часть полностью скрыть. Внутри, по внутреннему кругу листья не должны быть такими густыми. Потому что, если, к примеру, вовнутрь поставить свечки еще, то должно остаться место для свечек. А не так, чтобы там все тоже было заполнено. Я беру обычную пряжу. Желательно тоже зеленого цвета. И прикручиваю просто вот так вот эти листочки. Один-два оборота. Я не делаю никаких узелков, ничего. Я просто подтягиваю немножко. Нитка врезается в пенопласт. И, ну, как бы задерживается сама по себе. Затем снова следующие листья. В основном я всегда прикручиваю вот так вот по два листика. Но когда мне надо вот именно вот эту внутреннюю часть сделать, скрыть, я стараюсь выбрать, во-первых, не самый крупный лист. Во-вторых, прикрутить может даже только один листик. Посмотреть, в общем, так, чтобы он не слишком сокромождал вот эту внутреннюю часть. И вот таким вот образом мне надо покрыть весь этот круг. Диаметр этого круга 20 сантиметров. И когда я все это прикручу, все листики прикручу, я скажу, какое количество листиков, какого размера мне потребовалось. Спустя несколько дней венок выглядит вот таким вот образом. И, как вы видите, у меня листья идут вот так вот по двум сторонам. Их можно привязывать, конечно, по-разному. Можно, например, все вот вы начинаете с одной стороны отсюда, допустим, да, и идете, 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 и тут же и заканчиваете. Можно вот так. В принципе, как вы хотите, так их и можно привязать. Вверху, там, где у меня соединяются две стороны, то есть две вот эти части, я привязала листья вот таким образом, чтобы было 2 и 2, для того, чтобы они скрыли под собой максимум всего того, что не должно быть видно. Относительно количества листиков, которые мне понадобилось, у меня ушло 370 грамм зеленого бисера на все листья, и самые крупные листики, те, которые были на 2,5 см, их у меня 30, потом те, которые на 2 см, чуть поменьше, их 25, и 30 листиков поменьше, то есть самых маленьких, те, которые были вот на 1,5 см, там были на 5 оборотов, на 5 рядов и на 6 рядов. Вот они примерно там 15 и 15 вышло. С изнанки выглядит этот венок вот таким вот образом, нитки, нитки, которые вот так вот переплетаются. Украшать я его буду таким образом. В первую очередь я сделала, конечно же, такие бусы, цепочки новогодние, и вот так вот они выглядят. Во всех этих трех бусах, я их буду называть бусами, использована рубка, потому что именно рубка блестит и преломляет красиво свет. Это как раз то, что придает ему такое праздничное настроение. И помимо самой рубки, я использовала бисер. Допустим, вот возьмем золотую цепочку. Тут вот бисер золотой, потом такой вот золотой, полностью окрашенный, крупный бисер тоже. Бисер можно мешать как угодно, каким угодно образом. Тут можно смешивать все остатки, вот по тонам, которые у вас остались, к примеру, там золотые, красные, синие, белые. Все-все-все можно перемешать и сделать вот такие вот разноцветные бусы. Дальше относительно сборки. Как их сделать? Я их собирала на струну для украшений. Это такая проволока, которая не держит форму. Она, в общем, как леска, форму не держит, но она очень прочная, как обычная проволока. То есть, если вы возьмете стеклярус, там, рубку, или просто бусины с такими вот острыми краями, они вам не порежут ничего, и изделие не распадется. Можно, конечно, взять леску, но тогда лучше всего брать леску потолще, чтобы снова же избежать таких неприятных казусов. По краям я сделала вот такие вот петельки. И для петелек я использовала специальные такие бусины, которые с помощью плоскогубцев расплюскиваются, и никуда, ничто не падает. Такие бусины также используются в украшениях, но если у вас их нет, то можно просто леской, к примеру, пройти несколько раз через последнюю бисерину и таким образом закрепить, сделать вот такую вот петельку, закрепить, в общем, край. Это относительно бус. Теперь будем их крепить. У меня в конце каждых бус такая вот маленькая петелька была, которую я специально сделала. Затем я беру обычную иголочку и собираю на эту иголку вот так вот все петельки. Все, теперь они все крепко держатся. Иголку тоже можно взять какую-то яркую, чтобы даже если она будет просматривать, проглядывать, чтобы она была вот такая вот яркая, нарядная, праздничная. И начинаю этими нитками, этими бусами обматывать весь венок. беру иголочку, тоже снова какого-то яркого цвета и прячу хвостик где-то между листиками. Дальше я хочу еще обязательно на этот рождественский венок закрепить вот такие вот колокольчики. Я их делала уже давно, и они у меня такой символ Нового года. Вот если помните, я когда-то делала такую шишку из бисера. Можно сделать несколько таких шишек и тоже их вот как-то там примостить вот так сбоку несколько штучек. Что нашла я? Я нашла вот такие вот шарики новогодние. Они из пластика, легкие, ничего не случится, если они упадут. Я к ним привязала проволочку, и теперь постараюсь их вот так вот закрепить. Там-там несколько штучек. Вот получился такой венок. Его можно как в горизонтальном положении использовать, его внутрь поставить свечечки, так и в вертикальном положении, например, на двери подвесить. Субтитры создавал DimaTorzok